Витаю! В этом видео в Элмер МКЕ мы смоделируем обтекание воздуха круглого тела. Итак, для начала в Африкат создадим сетку конечных элементов. Задача у нас будет двухмерная. В Элмер нет привязки к определенной системе единиц измерения, поэтому сетку желательно создать в тех единицах, в которых будет проводиться расчет. Я буду использовать систему C, и размеры 250 на 50 единиц будут интерпретироваться как метры. Переходим в МКЕ. Минируем сетку конечных элементов. Чтобы в Элмере было удобнее задавать граничные условия, сгруппируем отдельные элементы сетки. Создадим группу для притока, для оттока, для стенок, и для круга. После того, как группа объединения создана, не забываем обновить сетку. Теперь сохраним сетку формата UNV. Перейдем в Элмер. Создаем новую задачу, указав путь к папке, куда будет сохранен фалс-исходными данными и фалс-результатами. Нажимаем ОК. Загружаем сетку конечных элементов. Смотрим сводку. Проверяем, что она действительно нужна на единицах измерения. Теперь настроим задачу. Выбираем нестационарный расчет. Шаговый трансфорный метод остается BDF. Порядок BDF. Поставим 2. Временной интервал по 20 секунд. Размер шага 1 секунда. Также здесь можно указать имя файла с исходными данными и имя файла с результатами. Ну, оставим их без изменений. Нажимаем Применить. Добавим тип расчета. Для течения жидкостей и газов используется метод Навьера-Стокса. На вкладке Навьера-Стокс ставим птичку «Активная». Настройки решателя можно оставить без изменения. Но для данного видео и экономии времени я сокращу количество итераций в нелинейной системе 20 до 3. Применить. Ставим птичку «Применить ко всей схеме». Добавить. И ОК. Добавим материал. Это у нас будет воздух при 20 градусах по Цельсию. Пишем плотность. И на вкладке Навьер-Стокс пишем кинетическую вязкость. Добавить. Поставим птичку «Назначить все схеме». И ОК. Создадим граничные условия. Первое граничное условие у нас будет ветер. Пометим, что это ветер. На вкладке Навьер-Стокс горизонтальная скорость будет 5 метров на секунду, вертикальная – 0. Добавить. ОК. Следующее граничное условие – это отток. Пометим, что это отток. На вкладке Навьер-Стокс горизонтальную скорость оставим пустой, вертикальную скорость поставим 0. Добавить. ОК. Следующее граничное условие будут стены. Пометим, что это стены. На вкладке Навьер-Стокс поставим птичку «Стены без прилипания». Если мы хотим, чтобы совсем не было трения, можно назначить горизонтальную скорость, равную скорости потока. Добавить. И ОК. И последнее граничное условие – это наш кружочек. На вкладке Навьер-Стокс пишем вертикальная скорость 0, горизонтальная 0. Пометим, что это кружочек. Добавить. И ОК. Теперь назначим граничное условие элементом сетки. Нажимаем на кнопку «Назначать граничное условие» и щелкаем на элементы сетки. Здесь у нас будет литер. С другой стороны – отток. Стены у нас будут стенами. Ну и кружочек будет круто. Не забываем сохранить расчет. Все готово к расчету. Генерируем файл сиф. Можем его открыть, посмотреть, все ли нормально. И запускаем расчет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Расчет окончен. Чтобы посмотреть результаты, запустим номер ВТК. Набираем поверхности. Скорость абсолютных значений. Включим шкалу. И запускаем анимацию. Вот так будет выглядеть обтекание круглого тела при скорости ветра 5 метров на секунду. Теперь включим векторы. По направлению стрелок можем убедиться, что в спутном следе действительно присутствует завихление. Теперь снова перейдем к поверхности и выберем давление. Отмасштабируем немного значения. Когда задавался вопросом, почему раскачиваются мачтовые сооружения поперек ветра, вот на них ответ. Вот эти вот попеременные давления, вызванные закручиванием воздуха в спутном следе, и вызывают раскачивание мачт и башен поперек потока ветра. Повторим расчет для 10 метров на секунду. Быстрее всего это сделать, отредактировав файл SIF. Находим наши граничные условия. Вот он, ветер. Меняем 5 на 10 и нажимаем сохранить и выполнить. Вот результаты для скорости 10 метров на секунду. Как видим, спутный след за объектом стал длиннее. И теперь в спутном следе не одно завихрение, а несколько. Теперь посмотрим, что будет при скорости 20 метров на секунду. Вот результаты для 20 метров на секунду. Спутный след стал совсем длинным. И что интересно... В хвосте спутного следа воздух изменил направление против течения ветра. И напоследок посмотрим, как будет в воздух обтекать другие геометрические фигуры. Квадрат... Треугольник... И еще вот такая вот фигура. На этом все. И как всегда, дякую за увагу. Продолжение следует... Продолжение следует...